Ребят, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня очень долгожданное видео. Многие просили рассказать о истории моих волос. У меня здесь Сета рядом. Скоро будет Лео, мы поговорим о структуре моих волос, что с ними не так, и как я их лечу, как ухаживаю. Вот, кстати, Лео. Я бы тут быстро рассказала, что как, к чему. Будем рассказывать, разговаривать. Всем привет, Лео. Всем привет! Вот, покрасим корни, сделаем там уход, макияж и укладку. Все, поехали! Я вам сейчас расскажу свою историю начала покраски моих волос, того, как я их начала уничтожать, убивать, беспощадно над ними издеваться. Пока Лео мне красит корни. Пожалуйста, говори слово «окрашивание». Крашу. А что? А, нет, ты знаешь, в то время я как раз красила волосы. А окрашивание у меня началось, когда я бы встречала Лео. Вот. Фух, мне было лет 14, я всегда мечтала быть блондинкой, и вот тут начитала советы в интернете, что можно купить просто краску для волос обычную. Ну, там, знаете, рябина, там блондинки были нарисованы. И взяла, нанесла себе их на корни, все, покрасилась. Думаю, сейчас буду платиновой блондинкой. Ну, не платиновой, хотя бы желтой. Вот. И в итоге через 40, через 40 минут я смыла краску. И у меня вот как раз Лео сейчас красит мне корни, мои отросшие где-то вот так вот на сантиметра 3. Вот эта вот часть корней у меня осветлилась. Остальная часть длины, она как была прежняя, темно-каштановой. А у меня был такой настоящий, дорогой темный каштан на голове. А у тебя были волосы открашены? Нет, натуральные волосы, густые, вьющиеся, красивые. Бабушка всегда им гордилась, любила их. Ну, то есть была в восторге. И тут что? Я понимаю, что это жопа. Надо бежать за краской, за какой-нибудь, чтобы закрасить эти белые корни. В итоге у меня ничего не получилось. И я пока эту идею с блондинкой оставила. А потом вычиталась я в интернете. Знаете, все мои поступки были осознанны. Я все читала в интернете. Ну, люди ж пишут, значит, это правда. Не тут-то было. Посоветовали еще такой вариант осветлить волосы с помощью перекись. Перекисью, да. Но знаете, как это было? Нужно было нанести перекись на волосы и сверху пройтись горячим утюжком. И только потом пройдет реакция, и волосы будут осветляться. Да, я добилась эффекта осветления. От падения? От падения, ну, возможно, чуть-чуть. И я так гордилась, что я так посветлила. У меня наконец-то ушел этот темный оттенок. Еще в фотошопе где-то там добавляла немножко цвета. Потом у меня были еще раз попытки покраситься самостоятельно в блондинку. Обратно тот же способ нанести на корни. Корни осветлились, остальное нет. Ну, и кончики немножко. И все равно вот эти вот 2-3 года я пыталась вывестись в блондинку. Осветлялась у себя в Лубнах, в салоне. Лубна – это маленький город. Там, ну, не то чтобы корни страшно покрасить, когда ты брюнетка в натуральной, да, сравнять с длину, с цветом. Там, я не знаю, блондинку я уже вообще молчу. Ну, меня там покрасили, и слава богу, в шоу хоть как-нибудь покрасили. Пережгли волосы. Я была с вот такими вот корнями. Это все выглядело ужасно. И за свое время, вот за 6 лет покраски волос я очень много сменила мастеров. И вот благодаря Лео, который трудится уже сколько? Полтора года или год над моей головой? Полтора года. Я была блондинкой, была с ужасными жеными концами, была с отросшими корнями. Ну, то есть, с нормальными отросшими корнями. Ходила, забивала на эти корни. Думала, та, шо эти корни растут и растут. А наоборот, нужно их подкрашивать каждый месяц, потому что у меня и так густые волосы. А на отросшие вот такие вот корни уходят в 2-3 раза краски больше, чем нужно. Сейчас я расскажу о проекте. И тут я попадаю на проект Супермодель по-украински. Я понимаю, что... А у меня еще были, ну, нормально такие покрашенные волосы, более или менее... Ну, Коля, когда красил меня, там мой мастер, который красил меня до Лео, старался меня не сжечь там на 12-ти оксидной краске. Как это правильно называется? Ну, вообще, сначала же осветляют порошком таких блондинок. Ну, да. Потом тонируют. Вот. И он пытался меня не... Ну, не сжечь мне волосы, да, а по чуть-чуть постепенно выходить с темного. Я была рыжей. Я... До этого я была темно-темно-черной, прям аж синим, волосы красила. Знаешь, вот эта вот краска с синим еще отливом. Вот. Покупала себе, сама себя красила. То есть я вообще не парилась по поводу волос. А когда-то однажды у меня был такой красивый омбре мне сделали в Питере. И я купила накладные волосы. Мне нужно было для работы. Я работала пиджейкой. И у меня хвост не подходил. И я решила, да нахрен мне эти омбре. Пошла, купила краски под цвет волос, которые у меня были. Ну, вот эти вот трессы. И закрасилась в этот цвет. И в итоге я около года была черной. Потом же вот Коля пытался меня вывести в блондинку. Я была рыжей, постепенно светлела, светлела, светлела. И тут я попадаю на проект, в котором меня жгут просто. Меня выбеливают. Но после этого моя структура волос, она просто стала как мочалка. И после проекта, слава богу, что я познакомилась с Лео, у меня было наращивание волос на капсулы. Самые дешевые какие-то китайские волосы на капсулы были нарощены. Начались они там запутываться, клумаки. Ну, в общем, жесть. Мои волосы испытали на себе просто сущий ад. Потом у меня было наращивание еще на тресы. Окрашивание тоже было такое. Знаете, затылок у меня был такой темный. Здесь корни темные. Длина у меня была посветлее. Я их сняла от тресы. И вот в этот момент, когда у меня были тресы, я познакомилась с Лео. Ну и все. Вот все и началось наша история. Ну, рассказывай. Я хочу, чтобы ты со своей стороны, знаешь, с профстороны парикмахера, стилиста, рассказал, как вообще мои волосы выдержали, то, что я с ними делала. У тебя, кстати, на самом деле очень крутые волосы. И поэтому, я думаю, они выдержали какая-то нечеловеческая густота. То есть, на самом деле, вот если кто-то разбирается, если на осветление корней, там, 50-60 грамм пудры уходит, то когда мы осветляли Юлю, уходило где-то 120 грамм. То есть, это в два раза больше, чем надо на обычного человека. И также уходит краски. Очень долго даже наносим корни. Очень большая густота. Вот. Расскажи, как я была блондинкой. Блондинка это был ад. Особенно, когда ты покрасывалась Лореаль Колориста на вечеринке. Помнишь? Девочки, пожалуйста, если кто-то смотрит это видео, никогда в жизни не красьтесь Лореаль Колориста не вот этими баллончиками. А сейчас желеш вышло новое. Одна блогерша, она зовут ее, ладно, не буду называть имя, имя покрасилась и... Скажи мне на уши. Потом, микрофон пишет. Покрасилась и говорит, ой, у меня тут баночки желе новое на один день. И потом 4 видео подряд, это уже в месяц прошел. Она в этих розовых плядах. На один день. Прикинь. А самое забавное, что у меня краска эта, которая должна, типа, держаться... Ну, первая смывка. Да, первая смывка. Она у меня держалась около месяца. А потом, когда Лео меня осветлял, да, снимал этот... Расскажи, ты лучше просто. Да, ну, Юля пришла через месяц, а ты красилась в фиолетово-розовый, да, какой-то. И этот фиолетово-розовый вымылся в зеленый. Кстати, что очень часто бывает именно с Лореаль-колориста, вот поэтому девочки часто ходят такие, ой, розовые волосы, фиолетовые прядки. И потом приходят такие русалки зеленые просто. И он очень тяжело потом удаляется с волос. То есть даже порошком вы наносите... Ну, все, Лео, с тобой не будет теперь Лореаль сотрудничать. Лореаль, я вас очень люблю, но не колориста. А еще у меня на Лореаль вот эту сыворотку пожгло все лицо. Так, Лео, мы сейчас о моих волосах. Я хочу сказать тебе огромное спасибо, что ты вылечил мои волосы, потому что когда я была блондинкой, у меня вот так вот они стояли. Хотя у меня, в принципе, сама по себе структура волос... Структура вьется. Жесткие, такие вьющиеся. И густые очень. И как бы ты там не ухаживаешь... Ну, у меня уход вообще просто супер нереальный. Два масла, шампунь, бальзам, тонирующая маска. Вот nice, хорошая косметика. Но просто вся проблема в волосах. Они как какашка. Ну, на вид. Нет, нет. Вот, кстати, у девочек у всех одно и то же. Все пористые волосы считают плохими. Ну, то есть если типа вьются, сухие... На самом деле, ну, почему? Это просто такая структура. Ну, да. Я просто, когда могу помыть голову, оставить там, не тереть ничего, они же у меня вот такие вот будут, как у афро-девочки. Ну, так это красиво. Да. Но, знаете, у кого... Синки. Уже второе ужасство. Девочка влаза в кадр. Уволить. Вот когда у девочек волосы вьются, они хотят выпрямить. У кого прямые хотят накрутить. М-м-м... Что еще сказать? Что сказать? Девочки, выбирайте себе одного мастера. А, да. Да, обязательно просто найдите себе одного мастера, которому вы будете доверять. То есть неважно, там, какой это мастер будет, где он будет работать. То есть у вас должно быть контакт и доверие вообще не только с мастером по волосам. Это, мне кажется, так надо и стоматолога, и косметолога, мастера маникюра. Не надо, там, бежать мимо парикмахерской и такие, а у вас есть места, можно корни покрасить? Или, там, а у вас есть места, можно что-то там пострижить? Или, как некоторые блогеры, и каждую неделю новый салон. Ой, девочки, тут такой классный маникюр. Ой, девочки, тут такой вообще суперский маникюр. Это, кстати, всегда очень смешно, когда блогеры реально каждый месяц на обслуживание ходят в разные салоны и каждый месяц говорят, боже, да это лучший цвет, который мне делали. Да, да. Я еще никогда не была такого красивого цвета через месяц. Боже, да это лучший цвет, который мне делали. И вот так просто. А потом вот такие вот черные корни. Да, ребят, просто думайте чуть-чуть своей головой, когда смотрите такие видео. Да, мы еще включимся позже. Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, что в итоге получилось. Я подкрасилась, как вы заметили. Лео, давай же расскажем все-таки нашим зрителям, которые смотрят меня. Что у меня за цвет волос, какая стрижка. Я постоянно, честно, постоянно в комментариях слышу один и тот же вопрос. Какой? Нет, даже не спросишь, какой мастер. Какая краска? Цвет? Я хочу краситься. Стрижка. Да. Ребят, объясняем один раз и навсегда. Нам не жалко сказать вам, какой номер краски, какие номера мы смешиваем, с каким оксидом мы смешиваем. У всех разный цвет волос, у всех разная ситуация, у всех разные волосы. Если мы вам дадим номера красок, вы покраситесь, у вас ничего не получится и вы скажете, что мы вас обманули. Мы этого делать не будем, поэтому все индивидуально. Все зависит от того, какой у вас цвет сейчас. С Юлей мы делали этот цвет изначально, когда Юля была блондинкой. У нее вообще были белые-белые волосы. Если у вас темные волосы, допустим, черные волосы, у вас такой цвет тоже не получится. Вам надо сначала смывку делать, осветлять, потому что краска краску не осветляет. В общем, ребят, самое простое и самое правильное. Найдите грамотного мастера, придите к нему просто на консультацию. В принципе, у большинства мастеров, наверное, у 90% мастеров консультация бесплатная. У меня лично бесплатно. Найдите мастера, сразу обсудите, сразу спросите, сколько это стоит, какой диапазон цен. Если вам подходит по финансам этот мастер, то тогда просто берите, идите к нему на консультацию и только потом красьтесь, а не сразу. Я хочу в понедельник покраситься. А ну, подержи. И да, по поводу уходовой косметики, вау. Это не покажу. Там просто краски лежат, и чтобы вы не видели номера. Вот, уходовая моя косметика, я уже ее миллион раз показывала в инстаграме и ссылку на Лео тоже миллион раз в инстаграме оставляла. И на моего мастера. Напишите вы, спросите. Пойдите на консультацию. А вот этот вот набор от Найс, фирма Найс, я ее обожаю, люблю, целую, хочу от нее детей. Заказываю уже в четвертый, ну, четвертая пачка вот это вот. Короче, я тащусь, бомба. Так что, ребят, ну, краску мы можем показать только без номера, как выглядит краска. Но, ребят, вот как выглядит краска вот в таких тюбиках. Но, на самом деле, вам это ничего не даст, потому что эту краску вы нигде не сможете купить в свободном доступе. Она продается только для мастеров, только для салонов красоты, которые сотрудничают. Ну, короче, ребят, это все сложно. Вы ее нигде не найдете, ни на каких ebay и всем остальном. Забудьте про эту идею. Поэтому и все равно, в первую очередь, находите хорошего мастера, а потом уже смотрите, какая краска. У нас ты одни волы в кадре. И да, если вы хотите заказать косметику Настя, обращаться к Лео, потому что представительство в Украине есть, но поставки возможно получить только от профмастеров, например, вот как от Лео. На этом все. Сейчас сделаем заставку типа моих классных волос и надеемся, мы все вроде как рассказали, хотя долго мы ничего не писали. Ну что, нам осталась краска? Красочка, Светочка, тебе есть еще. Ну все, идем красить Светочку. Ну да, фатый, да, фатый, да, фатый, да. Все, ну ладно. Все, пока. Давай сейчас быстро в куртку. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok